Губернатор Игорь Руденя посетил Тверской геронтологический центр. Глава региона поздравил пенсионеров и ветеранов с наступающими новогодними праздниками. Кроме того, он рассказал об основных задачах, которые правительство Верхневолжье ставит перед собой в 2022 году. Встреча с представителями старшего поколения в канун новогодних праздников давно стала важным пунктом в рабочей повестке губернатора Игоря Руденя. Нынешний год не исключение. Глава региона снова посетил Тверской геронтологический центр. Я думаю, это очень важная традиция для нас, для всех, что мы все вместе общаемся, можем поговорить, пообщаться, задать вопросы, пожелания, указания, которые старшего поколения всегда должны поступать к тем, кто трудится. Забота о старшем поколении является одним из приоритетов правительства Верхневолжья. Среди мер, которые предпринимают власти региона, решение о ежемесячной выплате детям войны. Которой раньше не было, рассказал губернатор. Кроме того, в ходе разговора он поделился с ветеранами-пенсионерами планами по развитию области. Среди них строительство западного моста в Твери, прокладка северного обхода, а также масштабная газификация, в которую остро нуждаются многие муниципалитеты. У нас 13 районов области, где вообще газа нет. Там люди, у кого-то уголь, у кого-то дрова. В школе обязательно, ну или там в больнице, в таком же доме для престарелых, вот, например, там Генелидова, в Торопце, да, там есть кочегары, которые круглосуточно около печки стоят, там подбрасывают уголь. Что касается дальнейшего развития системы социальной защиты населения, то региональные власти приняли решение о строительстве в Беженске первого в Верхней Волжье дома-интерната нового типа. Там будет создана комфортная домашняя обстановка для людей старшего поколения и инвалидов. Это учреждение станет эталонным для дальнейшего развития геронтологической службы в Тверской области.